Не могли бы вы сказать нам, что считается самым серьёзным и греховным действием, нарушающим пост? Самым греховным и самым серьёзным из действий, нарушающим пост, является половой акт. Когда вы совершаете половой акт, и когда две интимные части встречаются, тогда ваш пост становится недействительным. Независимо от того, происходит ли эякуляция или нет. И вы должны покаяться в этом. И вы должны завершить пост в этот день. И должны восполнить его позже. И вы должны заплатить штраф, который является кафарой. В соответствии с достоверным хадисом, в котором наш любимый пророк сказал, и это упоминается в Сахиху-ль-Бухари, в третьем томе в книге поста, хадис под номером 1936, где человек пришёл к пророку и сказал, «Горе мне, о пророк, горе мне!» Пророк сказал, «В чём дело?» Мужчина сказал, «Я занимался половым актом с женой во время поста». И тогда пророк сказал, «Ты можешь освободить рова?» Мужчина ответил, «Нет, я не могу». Тогда пророк спросил, «Можешь ли ты поститься последовательно в течение двух месяцев?» «Можешь ли ты поститься непрерывно в течение 60 дней?» Мужчина ответил, «Нет, я не могу». Затем пророк спросил, «Можешь ли ты накормить 60 бедняков?» И мужчина ответил, «Нет». И так хадис продолжается. Кратко говоря, мы узнаём из этого хадиса, что если кто-то совершает половой акт во время поста, это один из главных грехов, и это самый серьёзный и греховный поступок среди всех вещей, которые нарушают пост человека. И тот, кто совершает этот грех, он должен немедленно покаяться перед Аллахом и просить прощения. Он должен завершить свой пост в этот день и восполнить его позже, после Рамадана. И он должен заплатить штраф. И штраф, который мы узнали из хадиса, гласит, что он либо освобождает раба, если он может, если у него нет денег, чтобы освободить раба, либо он не может найти раба, чтобы его освободить. Тогда он должен поститься в течение двух месяцев подряд. Если же он не может этого сделать, то он должен, по крайней мере, накормить 60 бедных людей. И это три варианта, которые были даны человеку, чтобы заплатить штраф, то есть кафара. Но если человек может сделать первый, он не должен переходить ко второму или третьему. Первое — освобождение раба. Если у него нет возможности сделать это, или у него нет денег, или он не может найти раба, тогда он может перейти к следующему варианту, который является постом в течение 60 дней подряд. Если он не может сделать этого, если он не может постоянно поститься на протяжении 60 дней, и если он постился несколько дней, а затем пропустил один день, он должен начать заново. Он должен поститься 60 дней подряд. Если он не в состоянии поститься на протяжении этого времени, то что он может сделать? Он может накормить 60 бедных людей. И каждый бедняк должен быть накормлен примерно половиной саха. И один сах равен трём горстям руки пшеницы. Так что нужно половина саха на человека, или пища, которую едят люди. Так что вы должны накормить 60 бедняков. Это кафара. Это штраф для человека, который нарушает пост, вступив в половую связь. Какое количество еды? Просто чтобы уточнить, для моей пользы. Вы думаете, что это эквивалентно примерно одной дневной порции? Да. В целом, это должна быть дневная порция еды. И это может отличаться в той или иной стране. Это по-разному в Америке, в Великобритании или Индии. Но в те времена, согласно одному хадису, один человек попросил один сах мяса. И один сах мяса равен трём горстям пшеницы. То есть половиной третьим. В другом хадисе говорится, что один мадда мяса, который равен одной горсти пшеницы. И здесь говорится о количестве, эквивалентно тому, чтобы утолить голод одного человека. То есть наполнить его желудок. Так что, кратко говоря, вы должны накормить 60 бедняков той пищей, которая распространена в той или иной местности. А если вы не сможете найти столько бедняков на своей земле, следует ли их искать в других местах? Да. Где угодно. В любом случае, в сегодняшнем мире несложно найти 60 бедных людей, которых можно накормить. Это может быть не конкретно в вашей местности. Но если вы отправитесь в другую местность или другой город или страну, конечно, вы сможете найти. Я прошу Аллаха, чтобы это время пришло. Амин, амин. Что обязательно настанет, иншалу.